Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить пышный омлет. Его можно приготовить традиционным образом из молока, яиц и соли, а можно делать с небольшими добавками. И именно такой мы сегодня и будем делать. Мы будем добавлять помидоры и сыр. Для приготовления нам понадобятся яйца, молоко, сыр, помидоры, соль и перец. И немножко масла для того, чтобы смазать формы. Если вы захотите украсить свой омлет более-менее красиво, то можете еще приготовить зелень. Я приготовила укроп. Итак, я уже разбила в миску яйца. У меня 8 яиц. Вообще, для приготовления вкусного омлета необходимо соблюдать несколько основных правил. То есть, первое правило, это соотношение яиц и молока. Молока должно быть по отношению к яйцам. К одному яйцу 50 мл молока, если яйца не очень крупные. И 55 мл, если яйца крупные. То есть, у меня яйца средние, и я взяла 8 яиц и 400 мл молока. Это первое основное правило, благодаря которому омлет будет получаться пышным. Вот, нам необходимо яйца размешать, чтобы они... Ну, желток, чтобы перемешался с белком. Взбивать не надо при этом. Затем влить молоко. Всыпать соль по вкусу. И добавить перец, тоже по вкусу. Массу перемешать. Второй секрет, это то, что масса не должна взбиваться. Она должна быть только тщательно перемешана. Формочку можно приготовить одну общую, или же приготовить несколько маленьких, порционных формочек. И еще один секрет таков, что формы нужно заполнить на 2 трети. Тогда будет у нас омлет высоким и пышным. Выливаем формочки. Формочки я уже смазала маслом. Из данного количества продуктов у нас получилось 3 формы. 2 формы размером 14 на 9 см и 1 диаметром на 16 см. Если мы оставим в таком состоянии, то просто получим пышный хороший омлет. Но мы немножечко его усложним. Добавим помидоры. По 2-3 кусочка. И сверху присыпем сыром. У нас уже согрета духовка заранее до 190 градусов. Ставим в духовку и выпекаем 30-35 минут. Дорогие друзья, у нас омлет выпекался 32 минуты. Но вообще это нужно будет смотреть от особенностей духовки. У кого-то 35 минут, у кого-то 40 минут может выпекаться. Готовность определяется тем, что верх должен быть румяным, зарумяниться должен. Как вы видели на фото, на видео, омлет у нас поднялся высоко. После того, как вы его достанете, он немножечко опадет. Но все равно он будет пышным. И внутри будет очень много воздушных пазух, дырочек. Вы увидите. Итак, дорогие друзья, я хочу вам напомнить основные правила, благодаря чему получается вкусный омлет. Первое, это соотношение яиц и молока. Второе, это не нужно взбивать яйца с молоком, просто перемешивать. И третье, это нужно на 2 трети заполнять форму, в которой вы будете выпекать. Форма может быть как большой, так и порционной, как у нас сегодня. И на этом все. Я хочу с вами попрощаться. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok